449 человек находятся сейчас в условиях вынужденной изоляции. Из них 42 в обсерваторе санатория «Лесная сказка». Это те, кто контактировал с зараженными COVID-19 в Чувашии. В первую очередь родственники заболевших и ближние контакты. Остальные 407 человек оказались изолированными в больницах республики. С двумя девушками Еленой и Ольгой сегодня пообщалась моя коллега Ирина Волкова и узнала, какова она жизнь в обсерваторе. Судя по погоде, которая есть за окном, на улице сегодня не очень-то солнечно. Даже, наверное, немножко пасмурно. Но у нас новости хорошие. Нам разрешили прием передач, где нам могут принести все необходимые вещи. И мне из дома передали вот такую игру. Наконец-то нам сегодня будет весело с девочками. Нам сначала запретили вообще какие-либо передачи. А вот недавно сказали, что вот есть у нас один час утром и один час вечером, когда к нам могут приходить родные, тоже оставлять пакеты, и нам будут их заносить. То есть мы с ними не контактируем вообще никак. К тому же нас приезжали и проводили полудезинфекцию всего. Мы даже могли фотографии снять, да, какие-то смешные люди в масках приходили. А у вас анализы тоже брали? У всех? Правильно понимаю? Да. Да. А каким образом это происходит? Ну, приезжают люди в специальных защитных костюмах, масках, и это понятно. Берутся анализы с носа и с носоглотки. Каждого индивида, там мы все это видели своими глазами, там как палочки заворачиваются в отдельные колбочки, колбочки заворачиваются в пакетике. Каждый пакет подписан лично, имя, адрес. Ну, как нам пояснили, что если будет у кого-то сомнительный анализ, то, возможно, нужно будет, невозможно, а нужно будет передавать. Его уже в течение двух часов забрали отсюда, изолировали. Да. То есть пока мы все на месте. То есть никого у вас не забирали из вашего отделения? Понятно. Чем вы там занимаетесь? Процедуру никто не отменял, все так же. У кого-то лечение продолжается, кто-то еще. Это мы уже по факту как будто выписались. Но все равно таблетки, осмотры, перевязки кому нужны. Вот. То есть все это делается. У всех так же продолжают мерить температуру, мерить давление. Мы проходили тут все этапы принятия информации, начиная от гнева, непонимания. Слезы. Слезы были. Не то, чтобы депрессия, у всех хондра такая была. То, что мы не понимали, ну, почему как-то так, почему это именно с нами так произошло и так далее. Ну, в конце концов, когда вот все уже обдумав, действительно, приходишь к единому мнению, что это же не шутки. Действительно, настолько сейчас вот такая вот сложная ситуация, не только у нас, в Чпоксарах, не только у нас, в стране, что лучше, наверное, здесь подлежать и уйти отсюда, точно знав, что у тебя нет ничего, что домой придешь здоровая, и твои близкие в безопасности будут. Так, а теперь я покажу, каким образом у нас проходят тут прогулки. Открывается окно. Желательно нараспашку. Дышит с этим воздухом. Очень хочется домой, глядя на эти дома. Надеюсь, скоро нас всех тут отпустят.